всем привет привет всем отличные недели прекрасного вам зимнего настроения и рабочих в том числе сегодня мы с вами посмотрим расклад на тему что вы ищете в жизни что вы ищете позиции вы видите перед собой тайм-коды тоже есть в описании либо вот здесь вот внизу а если наведете курсор то видите главы можете нажать и вот и вся необходимая информация обо мне она есть по ссылке мои услуги внизу а мы с вами приступаем сразу и так сторонку позиция номер один сейчас поставлю камеру вот так что видно было до голубенький камешек и так единички смотрим что вы ищете в жизни о верховные шрицы да много чего хочется сказать что вы ищете в жизни мистику знания себя если мы говорим более глубоких таких понятиях да хотите в себе разобраться хотите понять знаете здесь даже нет он какой-то конкретики да вот чтобы вы конкретно искали какие-то ответы на вопросы сколько вы хотите понять себя часто возможно задаетесь вопросом о том для чего я вообще здесь да почему я родилась кто я такая в чем смысл моей жизни такие может быть глубокие вопросы вот с другой стороны как будто знаете во первых здесь человек помимо того что у вас хорошо развитая интуиция у вас есть такая способность очень глубоко погружаться в душе других людей вот даже если это не профессионально ну . там например с точки зрения психологии вот либо каких-то других профессий в которых все равно так или иначе соприкасается с психологией я бы сказала такой знаете прирожденный человек который неосознанно может погружаться вглубь вглубь сознания других людей вот и иногда бывает так что с вашим появлением то есть здесь как как получается люди начинают вас бояться по какой причине по причине того что вот не знаю как-то вот в вашем поле что-то такое происходит что вы начинаете вскрывать а бессознательные людей и если там есть какие-то определенные тараканы то эти тараканы и тени которые есть в душе каждого человека они начинают выходить на поверхность то есть одной стороны вы каким как как будто бы до меняете не знаю включаете какую-то трансформацию это конечно делаете неосознанно но с другой стороны вот люди как будто у вас немножко побаиваются да не знаю может быть вы просто задаете какие-то вопросы такие людям которые заставляют их задуматься здесь даже не жизни вообще просто задуматься вы когда что-то вы такое делаете да и когда человек находится наедине сам собой у него вот это вот все начинает всплывать на поверхности он вынужден как-то вот совладать сам собой со своим бессознательным а если человек к этому не готов либо не привыкли бы не знает как то он это будет привязывать именно каким-то образом к вам что вот именно с появлением вас в его жизни либо встреча с вами что-то происходит в жизни человека и и если он не умеет с этим работать либо это не понимает то начинает вас бояться да то есть вы как не знаю как здесь просто связка такая идет вот а а так в принципе для себя что вы ищете в жизни да все что связано знаете я бы сказала с мистикой то есть то что непонятно то что неизвестно то что скрыто то есть это может быть как момент понимания себя так это может быть в любой профессии это может быть самое элементарное если например вы готовите вам нравится там не знаю какие-нибудь рецепты вы будете искать те рецепты которые но не используют обычно люди да либо где-то они слишком высокого уровня там я не знаю ну типа мичелленовский на какие-нибудь такие рецепты уникальные либо где-то что-то такое древние да то есть то что не на виду вот все что как-то скрыто вы можете даже наблюдать что и в детстве вот если есть какие-то секретики да вот что то такое вот вам это все время интересно было либо то есть то что скрыто то что необъяснимо то что непонятно вот все такое вам это нравится плюс ко всему путь который вы проходите поиска себя он все время идет с раннего детства знаете через какую-то оценку то есть здесь есть необходимость именно понимание себя с одной стороны своей женской природы да если вы женщина с другой стороны здесь есть еще такие моменты оценки то есть вы как будто вы знаете приходите к пониманию кто вы через проработку своих сценариев но они эти все сценарии они связаны каким-то образом с оценкой себя то есть вот как это объяснить то я не знаю как по-другому вы как будто бы все время себя сопоставляете либо противопоставляете другим людям и вот через сравнение да вы таким образом себя узнаете то есть здесь вопрос не заниженной либо завышенной самооценки а именно через какое-то сравнение но здесь нету зависти здесь нету какой-то конкуренции здесь ну как например час например для того чтобы понять насколько ваше тело находится в идеальной форме или нет вы себя будете сравнивать всегда например на женщинами с более например спортивной формы либо более стройными либо наоборот другая крайность да то есть женщинами намного плотнее в теле до чем вы и вот таким образом вы как будто бы понимаете где вот ваша середина до золотая середина то есть здесь может быть еще такие моменты что вы ищете эту золотую середину но через какие-то крайности возможно ближе вот от середины до туда концу к жизни вот эта середина и концу вы стали стало вас появляться такое желание знаете вот больше баланса больше спокойствия больше гармонии меньше каким-то образом не знаю разговаривать больше больше молчать больше понимать то есть что-то говорит уговорить по существу здесь человек приходит вот именно в своей второй половине жизни то есть первая она может быть какая-нибудь такая вот очень яркая бурная эмоциональная а вот вторая на какая такая более спокойная и размеренная но это выбор это не следствие это вот именно ваш выбор прийти балансу еще что вы ищете в жизни тюрка жезлов вот то что я говорила да то есть ваш поиск себя он идет через какие-то противоречия через борьбу через конкуренцию но опять же таки не для того чтобы кому-то что-то доказать насколько в этом хорошие или нет а это знаете вот я я не знаю как будто бы но не знаю были у вас такие примеры в жизни да когда например встречается очень высокого человека намного выше чем вы да и а ну вот бывает такая детская игра да когда ставишь свою ступню рядом со ступней человек который намного тебя выше и ты видишь что допустим если это у вас маленькая ножка там 37 38 до у человека там например 42 45 не знаю 48 вот большие размеры и вот вы сравниваете да и и вам это кажется как-то забавно то есть вы это делаете не для того чтобы как-то себя ущемить и сказать о какая маленькая нога и со мной что-то не так нет а вот это вот как будто бы ради забавы да и вот вы понимаете а есть вот такие размеры а намного больше то есть вот здесь что-то такое вы как бы как-то себя это понимаете узнаете что вы еще ищете ну вот дьявол да дьявол и верховная жрица прекрасный такой союз если бы вы занимались например какими-нибудь мистическими либо магическими практиками что вы ищете в себе что вы ищете в жизни саму жизнь понимание самой жизни да поскольку дьявол нас управляет миром материи вот вы хотите понять да то есть вы хотите привнести вот этого духовность свет верховные жрицы а именно в материи то есть не нет но опять же таки это вот путь он такой знаете опять же таки себя глядываясь назад есть такие моменты когда вот возможно вы падали прямо на самое дно этой материи да то есть там например были какие-то ситуации за которые вам стыдно да то есть вы поступали знаете как будто бы человек который очень упал очень низко да в своих собственных глазах в первую очередь опять же таки да не не глазах общества именно своих но вот как будто бы этот путь он был необходим вам для того чтобы понимать куда вам как-то вот расти и подниматься на то что вот вот так я больше не хочу я хочу к чему-то лучшему но здесь вот дьявол это вот какие-то знаете искушение может быть какие-то привычки не очень хорошие негативного до порядка может быть какие-то крайности может быть это связано там например даже крайне связано с материи да то есть например доходили до своего предела весе да то есть там не знаю может быть весы заскаливали за 100 килограмм больше да при том что допустим вот ваш нормальный вес там я не знаю 60 килограмм 70 50 ну то есть нам очень очень много килограмм набирали какие-то вот крайности здесь излишества может быть наоборот даже в эмоциональном плане да то есть были периоды когда очень сильно агрессировали когда вот были какие-то моменты ненависти злости вот низких каких-то вибраций но это вот лишь для того чтобы понять эту материю то вам как будто бы нужно было очень низко низко погрузиться на того чтобы понять куда дальше вот от чего оттолкнуться к чему к чему стремится да то есть где начинается этот свет в этой тьме но здесь нету вот именно разделение на хорошее плохое а здесь именно моменты познания идет то есть по сути вы вот то что 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 вы ищете да понять себя познать себя понять эту жизнь возможно кто-то ищет здесь по диаболу до проявления своего своей какой-то может быть творческой натуры до каких-то своих способностей и умений может быть там есть на актерское какое-то мастерство да либо проявление своей харизмы в коммуникации в умение каких-то не знаю может быть экстрасенсорных способностях то есть вот здесь разные моменты могут быть по диаболу что еще вы ищете в жизни знаете вот здесь такое чувство что единички они какие-то такие не то чтобы особенные но вот какой-то вот путь у вас через трудности но эти трудности вы сами себе как будто бы придумывается для чего опять же таки для того чтобы что-то понять что-то понять в чем-то разобраться если бы вам не интересно просто жить вам обязательно необходимо какое-то понимание то есть вы приходите к мудрости вам нужна мудрость на чтобы прийти к мудрости вы должны преодолеть кучу трудности но здесь трудности они не житейского порядка да а вот скорее всего больше связаны с психологии с характером да с какими-то эмоциями с пониманием во взаимоотношениях с людьми то здесь какие-то такие моменты возможно моменты даже выживания тоже такие моменты могут быть трудности да когда вот настолько недостаток финансов что человек находится прям на грани но это тоже вот как будто бы вот выбранный вами путь бесконечное желание улучшить свою жизнь и вот как будто бы потом через свой опыт помогать другим людям на в девятка мечей как страхи страхи проработать свои страхи но опять же таки да а что страхи и низкие вибрации что дьявол темные до вибрации пятерка жезлов то это же такое такая марсианская огненная энергия то есть это все какие-то низкие вибрации для чего для того чтобы понять для чего мне нужно возноситься для чего мне нужно поднимать свои вибрации то есть вот такой путь мистика я бы сказала ну и давайте вытащим несколько карт на метафорической колоде про тебя колода женской идентичности посмотрим что вы ищете в жизни а здесь уже вот метафорические карты были такое житейские бытийские бытовые понятия бытийские семью семью для кого-то семья является большой ценностью может быть сейчас для вас она является счастье я бы так сказала да то есть прожить прожить счастливую жизнь семейную здесь у меня вы ходите партнами но я вас парой не вижу то есть что значит пара не вижу вот вы в душе своей возможно вы партнер человек знаете очень напоминаете весов по знаку зодиака то есть это люди которые не могут быть без пары но с другой стороны вот вы как будто бы вот по своей природе да ваш путь он одиночный вы вообще никак не не командный игрок и вот здесь как будто знаете вот как некая такая мотивация создания счастливой семьи она идет на протяжении всей вашей жизни и вы как будто бы к этому к этой семье все время стремитесь вы ее как будто знаете она как мираж то вы к ней подступаете очень близко и вам кажется что вот все я ее поймала сейчас это у меня будет и потом она опять ускользает либо какой-то период вам дается и потом она опять ускользает но это вот как будто нужно для того чтобы опять же таки для для пути вот самопознание то есть на этом пути вы должны идти сами вы потому что семья она не то чтобы она вас будет обременять она будет отключать либо переключать вас с познания себя на какие-то другие сферы другие моменты вам это не нужно поэтому вот вас канате как морковкой как будто бы дразнит этой счастливой семьей и знаете кому-то дают но дают может быть на время а кому-то не дают но они очень близки либо дают потом вы сами понимаете что вам это не нужно и уходите потом через какой-то период понимая что все равно мне хотелось бы партности вот какого-то совместного взаимодействия возможно здесь кто-то пробует даже еще разные форматы такие околосемейные как принято говорить да то есть неофициальный брак а может быть совместное проживание либо там я не знаю гостевой брак ну разные сейчас форматы есть взаимоотношения да в паре вот пробуйте разные разные варианты для того чтобы понять что вам ближе будет но здесь однозначно какая бы какой формат бы вы не выбрали здесь вот именно эта парность она партнерская должна быть она должна быть на равных потому что вам важно ощущать свободу вам важно заниматься тем любимым делом который вы себе выбираете очень важно чтобы вас никто не ограничивал то есть здесь вот как будто вы знаете два человека они должны быть свободны и свободны своих взглядов то есть возможно что-то общее их и объединяет но они по сути как будто бы не связаны то есть это не те люди которые будут растворяться один в другом они просто идут как вот две параллели две параллельные линии они рядом но они как будто бы не пересекаются и мы им это не нужно возможно здесь могут быть какие-то взаимоотношения знаете формате дружеских что ли то есть вы как будто бы много лет вместе в то же время вот как будто боевым в официальную пару не либо в официальный брак не вступаете какие-то такие здесь моменты что еще вы ищете в жизни ну вот прям метафорическая карта и показала нам нечто аналогичное верховной жрицы да себя себя вы это хотите понять причем здесь вот между дьяволом и верховной жрицы да и здесь мы видим вот этого же дьявола если не знаю насколько вам хорошо видно будет можете сделать зум если на телефоне и посмотреть до верховной жрицы который хочет понять как зеркало зеркало погружается да то есть погружается в себя свое бессознательное хочет разобраться со своими тенями чтобы ощутить себя сильнее понять свою собственную силу да в чем ее сила себя человек хочет понять ну и видим на здесь дерево которое хочет выйти за пределы некого такого забора в принципе она это преодолевает то есть вы хотите знаете всю жизнь я не могу сказать что здесь есть какая-то конкретная цель у вас дали бы какая-то конкретная мечта вот например если это профессиональная сфера да например люди рождаются я не знаю что я когда вырасту я хочу стать врачом например хирургом и вот у них как будто бы есть какая-то такая цель и путь который они идут у вас нет такого пути у вас есть путь просто познать эту жизнь и причем вы ее все время будете познавать через бунтарство по юности в молодости не потому что ну это более явно проявлено да но вы по своей природе такой человек более ну как бунтарь как революционер против каким-то рамок вот вам все время нравится что-то преодолевать особенно если это очень страшно особенно может быть вам нравится какие-нибудь такие экстремальные виды спорта либо какие-то действия которые вот именно будоражат вашу кровь даже сейчас может быть это не так ярко выражено вот но здесь как будто бы человек которому нравится вот не то чтобы жить на грани но нет все время как будто бы себя проверяет проверять на прочность познавать свою силу и однозначно выходить за рамки вот своих каких-то границ то есть здесь человек с одной стороны он и познает свои границы да в чем они заключаются и одновременно как только он познал он хочет все время их преодолевать и разрушать то есть здесь вот человек который будет идти наперекор вы никогда не будете идти по тому пути которые идут все вы все время будете выбирать свой какой-то путь вы будете идти против даже если вы будете осознавать что намного проще идти по течению вы все равно будете плыть против просто потому что вы не будете как все вы не хотите как все хотите что-то свое вот вами что-то движет такое не знаю как познать какую-то свою уникальную что ли как понять вот вы просто интуитивно это ощущаете что вы не похожи на что вот есть вас какая-то не знаю какая-то фишка да и вот такое ощущение интуитивное что вы хотите это раскрыть вы хотите это не нащупать это понять и это раскрыть но вы это не понимаете вот это вот и есть вот какой-то такой вот зов до все время что-то пробовать, что-то нестандартное, что-то неординарное, что-то не похожее на других. Вот это вам все время нравится. Причем это не обязательно в каких-то действиях. Это может быть в вашем, например, стиле одежды. Будете выбирать не то, что свойственно вашему ворсу, что просто потому, что, знаете, в детстве, наверное, было такое ощущение, я хочу кому-то насолить. Просто сделать то, что, допустим, запретное. Но с возрастом вот это вот качество, оно никуда не уходит, оно просто там сформируется во что-то другое. Может быть, стиль прически какой-то другой, либо, не знаю, цвет волос как-то покрасить по-другому, не знаю, пирсинг, ну вот что-то такое. Одежда какая-то такая. Вот вам это просто нравится. С одной стороны, здесь вот это вот бунтарство, оно, знаете, оно выражается как игра сама собой. Вот вы, опять же скажу, вам люди нужны для того, чтобы понять себя, но вы с ними вот вообще никак не соревнуетесь. Они вроде бы для вас как не являются авторитетом. То есть для вас авторитет – это вы сами. И вот вы сами с собой соревнуетесь в чем-то, сами себя преодолеваете. Преодолеваете свои возможности, преодолеваете свою силу, преодолеваете свои страхи. И вам это нравится. Вот вы как будто бы играете сами с собой. Да, здесь какой-то такой момент очень интересный. Так, не буду делать большой расклад. Это у нас были единички. Так, позиция номер два. Красненький камешек, двоечки. Смотрим вас. Что вы ищете в жизни? Стабильность. Стабильность, роскошная жизнь. Какую-то уверенность. Но и одновременно, да, движение. Движение вперед. Вот вам нравится. Может быть, вам нравится. Вы получаете как будто бы удовольствие от дороги, что ли. Может быть, вы родились в дороге, кстати. Тоже такой интересный факт, может быть. Знаете, дети, особенно когда маленькие, им нравится быть в транспорте, когда этот транспорт немножко укачивает. То есть это, например, поезд, либо в машине, когда немножко укачивает. Здесь такое ощущение, что вот вам дороги эти нравятся. С одной стороны, они вас как-то успокаивают. Может быть, вы по натуре такой человек, когда вам надо как-то о чем-то подумать, либо успокоиться, вы ездите на машине, может быть, просто по городу. Либо вообще вот вам нравятся какие-то передвижения с одного места на другое. Это приносит вам эмоции. Яркость жизни какой-то, изменения в вашем окружении. То есть смена декорации. Здесь такое. Что еще вы ищете? На данном этапе. Сейчас, мне кажется, на данном этапе как-то каких-то перемен хотите, вот опять же таки ярких, выйти, выйти из своего застоя, как будто бы на какое-то время вы останавливались и не двигались дальше, потому что, возможно, не понимали, возможно, не хватает каких-то ресурсов. Но я склоняюсь к тому, что здесь, скорее всего, человек просто остановил свой путь, потому что он не совсем понимал, куда он идет дальше, куда ему нужно идти дальше. Но здесь так интересно, вот вы от королевы педакли идете к королеве жезлов. То есть от более размеренной, стабильной жизни идете к более яркой, яркой, эмоциональной, может быть, больше проявляться в социуме, может быть, есть желание. Как будто бы смена какого-то настроения, человек устал быть в известной, ему понятной какой-то обстановке, и он хочет ее сменить на более активную, на более яркую. То есть здесь мне не показывает общий путь, а мне вот как будто бы показывает, что вы ищете на данном этапе. То есть какого-то движения, видите, аркан колесницы показывает движение, и девятка жезлов указывает на остановку. То есть здесь желание человека как-то двигаться. Ему не хватает эмоций. Вся причина заключается в эмоциональной составляющей. Яркости жизни вам не хватает, впечатлений каких-то ярких. Да. С другой стороны, здесь может быть даже и побег, да, то есть по этой карте мы можем сказать, что человек устал быть все время под каким-то наблюдением, и ему необходимо как-то скрыться. скрыться, скрыться. Почему вы находитесь под наблюдением? Может быть, вы живете все вместе, да, вот как семья, где там живут два-три поколения вместе, либо как-то вот с родственниками очень близко общаетесь. Ну, здесь такое ощущение, что вот вам не хватает какой-то своего какого-то пространства. даже если вы, например, в своей семье, да, все равно такое ощущение, что я устала все время быть под присмотром. Хочется какой-то, какой-то свободы. Вот и Королева Жезлов нам на это указывала, да, то есть я все время нахожусь как будто бы под присмотром, я устала быть, хочется проявления, проявления себя, то есть жить так, как я хочу, потому что вы, я фразу оброрвала, вы как будто бы находитесь все время под каким-то влиянием, да, то есть люди вам говорят, что вам делать, там, не знаю, начальство на работе, в семье. То есть такое чувство, что вам все время все указывают, как правильно, как надо, и вот вы как будто бы устали. Устали. Даже причем здесь так интересно, вы можете быть взрослым, биологически взрослым человеком, вот, но все время попадаете вот в какие-то такие моменты, когда вам кто-то что-то говорит, что нужно, как нужно. Здесь вот идет такая усталость, что я устала от всех, да, я хочу жить так, как я хочу, по своим правилам, по своим каким-то взглядам. Что еще вы ищете в жизни? Ну, этот аркан, он прям очень напоминает отшельника, да, и указывает на то, что здесь человек ищет вот этот вот оазис, выпало краски под десяткой кубков. Ну, то есть эмоции, яркости, яркости жизни, праздника хочу, веселья хочу, чего-то другого. То есть вы хотите каких-то ситуаций, которые наполнят вас эмоционально, которые вас обрадуют, да, которые подарят мгновение какого-то, я не знаю, веселья, радости. Причем смотрите, как интересно, здесь как будто бы вот по этим арканам, да, по этим картам вы уходите от этой семьи, в данном случае от королевы Пятакли, да, потому что вы устали. И вы хотите своей независимости, но при этом семью как таковую вы не хотите оставить. То есть для вас семья как ценность, она остается. Просто здесь как будто бы человек ищет сейчас на данном этапе больше своего какого-то места, своего пространства, вот где он может... Не знаю, вот если бы вы были подростками, я бы сказала, что вы живете в такой квартире, где у ребенка нету, у подростка нету своей комнаты, вот он как будто бы о ней мечтает, чтобы у меня была своя комната, что вот я там закрылся и все, и я делаю, что я хочу. Вот здесь вот это ощущение того, что человек как будто бы нуждается. Либо здесь, может быть, сидите в декрете, да, либо долгое время занимаетесь семьей, и у вас есть такое... Здесь желание просто человека потратить время на себя так, как я хочу. И очень важно не давать никому никакой отчет, да, то есть куда пошла, когда вернусь, что сделаю. Опять же-таки не потому, что вы этого не хотите. То есть здесь смотрите, какая фишка. Если бы это было ваше... Ну, то есть если бы вас никто не спрашивал, вы бы сами это делали, но это был бы ваш выбор. А тут здесь получается навязанный, что вы все время под каким-то контролем. Если бы этого контроля не было, вы бы сами говорили, куда пойдете, когда вернетесь. Ну, то есть рассказывали. А тут из-за того, что вот на вас как-то давят и требуют какой-то отчетности, да, вот это очень сильно вас напрягает. Что еще вы ищете в жизни? Ну, для кого-то здесь действительно важен поиск партнера, да, то есть мужчины, которые смог бы стать отцом детей, либо тех, которые у вас есть, либо в будущем, для кого это актуально. То есть человека, на которого можно было бы опереться, положиться. Причем этот человек, он должен быть верным. Верным, преданным. Здесь не тот момент, что вот он прям должен быть все время в семье, и там все для семью. Для семи нет. Здесь у человека может быть, я не знаю, какие-то свои интересы, друзья, да, то есть он волен проводить свободное время так, как он хочет. У вас нет желания его привязать. Но при этом, то есть вам скучно было бы, знаете, как с подкаблучником. Вот, но при этом здесь хочется человека такого, знаете, очень искреннего, почему я говорю домашнего, открытого, то есть чтобы не было такого, что человек, вот у него есть там свободное время, он бежит из семьи, все, вы меня достали, я либо на работе, либо там со своими друзьями, то есть я ничего не хочу делать для семьи. Вот, ну, человек, который убегает от дома. Нет, вам хотелось бы человека, с которым можно было, во-первых, была бы взаимность, а с другой стороны, чтобы вот можно было разделять какие-то свои интересы. То есть если что-то сделать, да, вот, например, как здесь отец с ребенком прогуливается по парку, да, чтобы вот вы делали это совместно. Я не знаю, куда-нибудь совместно ходили, посещали какие-то заведения, там, прогуливались по парку, ездили куда-нибудь на пикники, да, на отдых, на выходные. То есть вот, чтобы было, был совместный досуг. Опять же, не все время, да, потому что иногда, когда говоришь такие вещи, люди думают, что крайности 24 на 7. Нет, конечно же, да, но чтобы у человека было это желание, чтобы не надо было его как-то, не знаю, просить, уговаривать, да, чтобы человек сам осознавал эти моменты, да, что приятно, приятно проводить время вместе, совместно. Здесь вот такое чувство, что с одной стороны вам не хватает свободы, и с другой стороны вам не хватает эмоций, каких-то наслаждений, что ли. Яркость, вам действительно, может быть, необходимо куда-то съездить. Опять же, не для того, чтобы отдохнуть. Вы не устали, здесь нет ни психической усталости, ни физической, я не чувствую. Единственная усталость, это вот то, что за вами все время кто-то присматривает, очень много глаз, очень много людей в вашем окружении. Вы от этого устали, то есть как будто, вы знаете, вот передохнуть где-нибудь в одиночку, да, не получается. То есть я вроде бы и хочу семью, но она меня настолько достала, поэтому я ей сказала, да, что может быть мама, которая находится в декрете, и у которой нет возможности там выйти куда-то, да, там с подружками просто провести какое-то время, вот именно для себя, все время вот быть, семья какие-то обязанности, человек все равно устает. Мы же хотим немножко разносторонних дел, каких-то увлечений. Вот здесь, здесь по двоечкам сегодня нам показали что-то такое семейное. Так, это была вторая позиция, и мы приходим к троечкам. Так, третий зелененький камешек, троечки. Смотрим вас, что вы ищете в жизни, не знаю, в общем по жизни, либо сейчас, не знаю, как карты покажут, потому что по первой позиции показали в общем по жизни, а по второй сейчас, не знаю, как у вас будет. Что вы ищете в жизни? Я бы сказала, что вы ищете вот какой-то гармонии и спокойствия, то есть какой-то зоны, эмоциональной зоны комфорта. Что вот вам эмоционально именно было хорошо, что вот вам было спокойно, чтобы вас никто не дергал здесь. Какого-то успокоения вы хотите. Вот здесь однозначно что-то такое для души хочется, и при этом вот это вот для души, может быть, творческого какого-то, не знаю, хобби, действий каких-то. Но здесь, здесь так интересно, мне идет тишина, и я могла бы сказать, что здесь с одной стороны мы хотели бы тишину, но при этом это не пассивность какая-то, а это вот, это активность. Не знаю, может быть, если это какие-то диалоги, разговоры, чтобы они не были на повышенных тонах, чтобы они были вот такие, знаете, очень тихо. Здесь вот какое-то такое, не знаю, когда маленький ребенок спит, вот в некоторых семьях, ну, принято, да, разговаривать шепотом, чтобы ребенок не проснулся, потому что вот он привык спать в тишине. Вот здесь какие-то такие моменты, да, когда тихо, вот мне все время так показывают, да, то есть рукой, да, тихо-тихо, ну, не кричи, потише. Иногда бывает такое, когда есть головные боли, да, и человек прям, ну, не выносит шум, я даже сама тише стала говорить, не выносит шум, и он как бы того просит, можно потише, да, либо ты слишком громко говоришь, даже если человек громко не говорит, а наоборот, он какой-то вот эмоциональный, эмоционально заряженный, прям, знаете, вот переполняет его эмоции, все равно хочется как-то этот, успокойся, успокойся, вот здесь такая какая-то энергия, успокойся, ты все расскажешь, я никуда не ухожу, мы никуда не торопимся, все успеется, да, вот, что-то такого вам хочется здесь, что вы ищете? Ну, здесь смотрите, да, по двойке кубков, мы можем предположить, что если вы свободны, то, конечно же, вы ищете партнерство, вы ищете любви, ищете союза, вот, если у вас личной жизни все окей, вас все устраивает, то, возможно, вы ищете внутренней какой-то договоренности с самим собой, ну, вот спокойствие, да, то есть душевной какой-то тишины, я бы так сказала, причем вы это ждете уже долгое-долгое время, по семерке педакли, как-то не получается, не получается, ну, здесь, видите, для кого-то действительно император, да, для кого-то важна пара, а для кого-то, опять же таки, да, как я уже говорила, если в личной жизни все окей, то здесь человек хочет какой-то стабильности, вот, стабильной эмоциональной зоны комфорта, именно эмоционально, не финансово, да, как обычно я тройкам все время говорю про финансы, про финансы, вот в этот раз здесь вообще не про финансы, Здесь именно про стабильность хочется, чтобы все как-то устаканилось, чтобы успокоилось. Такое ощущение, что, не знаю, может быть, шторм какой-то был, может быть, какой-то вихрь был. И вот он нанес какой-то большой урон. Здесь вот что-то такое эмоциональное было, и вот, не знаю, какая-то ситуация, это нанесло вам большой урон. Как после смерчи, например, когда приливы бывают очень сильные, наводнения. Что мы делаем? Мы ждем, когда погода успокоится, все как-то устаканится, и тогда можно уже делать перепись катастрофы. То есть, насколько она была велика, что она разрушила. Вот здесь такое ощущение, что вы как будто бы хотите успокоиться для того, чтобы понять, что вам нужно делать дальше. Как либо справляться с какой-то ситуацией, либо что вы будете делать дальше. То есть, для кого-то именно такой момент. То есть, мне нужно успокоиться. Причем успокоиться не на один-два дня, а вот какой-то долгий, какой-то продолжительный период. Я здесь не могу понять, здесь усталость какой-то череды неудач или что-то. Нет, здесь что-то такое другое, знаете, вот прям. Не знаю, как будто бы человек хочет уйти в какое-то уединение, отстранение, изоляции, может быть, побыть на природе. Не потому что что-то произошло, да, то есть для какой-то категории, да, то, что вот я описывала ранее. Эмоциональное было какой-то такой период, очень перегруженный. А для кого-то это вот какой-то новый этап именно в развитии, да. То есть, здесь человеку нужен какой-то момент для изолирования себя от социума, от каких-то обязательств, да. То есть, вот побыть где-нибудь там месяц, ну, два, вот какой-то такой период мне показывают, месяц-два. Не знаю, побыть на природе, побыть в одному. Вот именно одному, не знаю, как егерь, который в лесу, да, только он и природа. Либо поехать как-то на вершину горы, где-то там какой-нибудь лагерь разбить для себя и вот ввожить вот в этой тишине. Здесь не то, чтобы вам нужно найти ответы на вопросы, либо еще что-то. Вот здесь просто такая необходимость. Вот побыть собой, не для самокопания, не для самопонимания. Здесь нету вот этих вот внутренних каких-то терзаний, вопросов, ответов, поиска, нет. Здесь человеку просто хочется, знаете, тишины. Вот действительно, как будто бы вы работаете на заводе, там очень шумно, либо где-то, где очень много шума, и прям либо станки какие-то работают, либо, не знаю, вот прям очень-очень шумно. И хочется вот так, знаете, зайти в какую-нибудь комнату, где звукоизоляция есть, и побыть в тишине, чтобы аж прям в ушах звенело, на такой степени, чтобы тихо было. Но там почему-то вот этой тишиной хочется пропитаться. А кому-то здесь прям необходима душевная какая-то близость. Не физическая с человеком, а вот именно какой-то... Здесь потребность есть в близости. Я попробую ее описать, эту близость, чтобы вам было понятно. Знаете, вот когда иногда по душам с кем-то разговариваешь, и не то чтобы вот откровенничаешь, а здесь очень важно как будто бы распахнуть свою душу и вот как будто что-то выговорить, да, либо как-то, я не знаю, прокричать, проорать. Вот какое-то освобождение здесь должно быть. У кого-то, может быть, есть какие-то блоки здесь эмоциональные, и вот действительно человеку вот прям хочется высказаться. Может быть, что-то держится такое очень важное, какой-то груз тяжелый, что нельзя, секрет какой-то, что нельзя рассказать. И вот здесь вот есть как будто бы потребность вот выговориться, чтобы было какое-то вот облегчение, либо прокричаться. То есть какие-то такие моменты. Но здесь нету тяжести. Здесь нету совсем тяжести. Может быть, с кем-то, не знаю, кто-то хочет с кем-то помириться, и поэтому здесь присутствует эта вот близость, вот сказать, открыться, довериться человеку, вот как будто бы распакнуть свою душу, да, показать, что вот смотри, мне можно доверять, либо я хочу тебе доверять. То есть вот здесь какие-то такие отношения, либо с самим собой, либо с другими людьми, ну, с каким-то одним конкретным человеком. Здесь как человек, который хочет себя каким-то образом структурировать, заново создать, себя создать как некую такую систему. Хорошо. Что еще вы ищете в жизни? Смотрите, здесь как будто бы на картинке, видите, мать держит, да, двух детей. Один ребенок спокойный, другой как будто бы капризный. Вот прям как в этой двойке кубков. То есть какая-то часть, возможно, вот вы и хотите вот этой вот близости, да, внутри себя, успокоения. Здесь как будто бы две ваши части, они должны каким-то образом объединиться, и вы не знаете, как это сделать. То есть вроде бы с одной частью как-то вы договорились, а другая, она как будто бы бунтует, и здесь какое-то бунтарство есть, поэтому вот хочется вот этого успокоения внутреннего. Видите, сколько масок, да, человек надевает, и он не может быть собой. То есть вы как будто не можете сами собой в чем-то договориться, прийти к какому-то единению с самим собой. Может быть, прошлое не можете отпустить. Либо не знаете отпустить, не отпустить, оставить. То есть вот вы что-то за собой волочите, и волочите, и тащите. И не знаете, как оставить это в прошлом, либо взять с собой. Здесь карта как будто бы указывает на то, что вам необходимо двигаться вперёд в новое, но вы как-то не можете отпустить что-то в этом прошлом. Что-то вы не можете отпустить, что вы не можете отпустить. Ну вот свои какие-то травмы не можете. Вот что-то здесь у вас болит. Опять же таки, смотрите, вот то, что я говорила, да, в контексте партнёрства с кем-то помириться. Либо с собой помириться, либо с каким-то человеком. Но примирение не для того, чтобы дальше идти совместно, а для того, чтобы как-то вот успокоиться, и дальше я могу, знаете, как будто с чисто, двигаться дальше, с чувством выполненного, да, какого-то, с чувством выполненной какой-то своей задачи. То есть как-то помириться, сказать всё, и отпустить, и дальше двигаться. Здесь как будто нет успокоения какого-то. Что за рано вы здесь теребите? Ну, детское что-то, видите, здесь мама как будто бы наклеивает пластырь. Да, здесь что-то связанное с прошлым. Здесь вы это не на протяжении жизни, вы это сейчас ищите. Здесь карта указывает на то, что вы хотите пойти в новое, но для того, чтобы вам пойти в новое, это вам как будто бы нужно утвердиться в прошлом. То есть вот прям 100%, что вот я выбираю, допустим, будущее, я больше никогда не вернусь в прошлое. Если, допустим, я хочу переехать, вот я 100% уверена, что вот я уезжаю, но это уезжаю навсегда. Причём это не просто такое фигуральное слово, да, что мы говорим, никогда не говори никогда и навсегда. А вот здесь вот действительно человеку очень важно решиться на что-то, и вот он говорит это навсегда. Допустим, там, если я выхожу замуж, то это вот уже прям вот на всю оставшуюся жизнь, да, это не... То есть я исключаю полностью там развод, то есть отдаю себе отчёт в том, что да, могут быть конфликты, могут быть разные ситуации в жизни, но я не хочу разводиться, то есть я не выхожу замуж, стей лишь там когда-то разойдусь. Я не знаю, что меня ждёт, но я буду вот прям бороться до последнего. То есть здесь человек, который вот сжигает мосты прошлого, вот чтобы никогда больше не вернуться в это прошлое, то есть здесь что-то такое. И вы на данном этапе ищите, как это сделать. Я извиняюсь, что я пью, у меня горло пересохло. Есть ещё что-то, что вы ищете в жизни. Да, вы хотите, смотрите, здесь вот эти вот руки девочки, они держат Пегаса, и здесь они держат, да, руки, которые держат Пегаса. То есть человек хочет какого-то высвобождения, высвобождения своей души. Вот эта вот гармония, которой вы хотите прийти, да, здесь у нас это начинался расклад с четвёрки кубков, стабильность эмоциональную. Для чего? Для того, чтобы вот как-то освободить, высвободить свою душу и идти уже к своим каким-то мечтам. То есть есть здесь какая-то цель, какое-то желание, какая-то мечта, о которой вы хотите прийти. Но вы не можете этого сделать, потому что что-то вас в этом прошлом сдерживает. Здесь не выбор, здесь что-то другое. Эти карты все указывают на освобождение. Освобождение совы, да, освобождение знания. Я хочу, я хочу прийти к этой мудрости. Я хочу как будто бы стать другим человеком, но я понимаю, что чтобы это сделать, мне нужно это прошлое отпустить. Вот как-то так. Такая у меня была третья позиция. Не знаю, что вы тут хотите отпустить, что вы ищете в жизни. Но вот такой расклад вышел. Хочу пожелать всем вам отличной недели. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok